Дети войны. Они встретили то страшное время в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком, кто-то был на пороге юности. Надежда Викторовна Почтарюк – ребенок войны. Она рассказывает, что далекий 41-й помнит смутно, но то, что война ее встретила во всем своем ужасе, она помнит точно. Это было в городе Горьком, в современном Нижнем Новгороде. Дети войны – это граждане, у которых потеряно детство. Это холод, голод, безотцовщина. Как отмечает Надежда Викторовна, детьми войны называют тех, кто родился с 1928 по 1945 год. Потому что тех, кому во время Великой Отечественной было уже 14, считались тружениками тыла. Так вот, что я помню из тех далеких военных лет? Детский садик. Помню, как мы с руководителями или воспитательницами ходили за крапивой, собирали крапиву для того, чтобы из нее нам варили щи. Женщина вспоминает, когда начинали бомбить, все прятались в бомбоубежище, в котором было холодно и страшно. Когда Надежда Викторовна с матерью не успевали спрятаться в убежище, они оставались дома и героически укрывались от пули осколков. И вот рассказывала один раз, говорит, я сижу, окно здесь, а здесь печка. И вдруг или осколок, или пуля, или что-то, вдруг вылетает, и говорит, ты у меня на руках, я голову нагнула и пролетела мимо головы. Говорит, если бы я не нагнула голову, то было бы, конечно, трагично закончилось. Сегодня Надежде Викторовне 72, и за своей жизнью она добилась много. Закончив школу, она поступила в строительный техникум и, выйдя замуж, переехала в Саров. На тот момент еще шатки один. Сегодня она председатель отделения общественной организации «Дети войны». Вот это поколение уйдет и не будет участников войны. И мы, дети войны, останемся последними живыми свидетелями войны. Сегодня в России насчитывается 12,5 миллионов детей войны. В Сарове их более 7 тысяч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова